МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости о сети. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев. Вот основные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ковидом болеют реже, чем у Эрвина. Общий уровень с прошлой недели не снизился в повестке аппаратного совещания и земельное имущество Лагирского района. Когда консолидируют систему водоснабжения? Все подробности через минуту. Конечно, этот проект имеет большую и социальную, и медицинскую значимость. Федеральная программа помогает осуществить долгожданную мечту стать родителями. В нашей республике процедуру ЭКО провели 240 раз. Действительно ли бесплодие, не приговор? И как технологии меняют медицинские показания? Раньше наши дети занимались в старом СДК, который остался от колхоза. А теперь в современных условиях. В Кизляре открыли новый спорткомплекс. Кроме этого, местная администрация планирует создать зал для игровых видов спорта. Заболеваемость ОРВИ гриппом остается на уровне прошлой недели. При этом школьники стали болеть реже. Об этом стало известно на аппаратном совещании. 68 учреждений образования на карантине. Сергей Миняйло поручил профильным ведомствам и дальше мониторить ситуацию. Еще одна важная тема – консолидация систем водоснабжения и передача имущества водоканала в Вологирском районе. Работу должны завершить в феврале. Говорили о ревизии земельных участков. Профильный министр Руслан Тедеев доложил, в южной части Владикавказа экспертизе подлежат больше 75 территорий. Возле Феогдона без проведения торгов предоставили больше 50 земельных участков. Строительство личных подсобных хозяйств на них незаконно, отметил он. Сергей Миняйло поручил запросить первичные документы по земельным участкам в районных администрациях, подготовить исковые заявления в суд и направить их в прокуратуру. 150 человек представят Северную Осетию на Всемирном фестивале молодежи с 1 по 7 марта в Сочи. Сейчас республика активно готовится. Борис Джанаев провел заседание регионального оргкомитета. В рамках фестиваля иностранных участников пригласят в Россию. 40 гостей примет и наша республика. За подготовку отвечает комитет по делам молодежи. Предстоит разработать план четырехдневного пребывания гостей, чтобы они смогли с максимальной пользой и интересом провести время познакомиться с историей и традициями осетинского народа. Всемирный фестиваль молодежи пройдет по указу Владимира Путина. Главная цель – развитие международного сотрудничества. На площадке «Сириуса» встретятся 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности спорта. В Министерство физической культуры и спорта также необходимо представить встречи с олимпийскими нашими чемпионами, со спортивным сообществом. У нас очень много людей, которые завоевали свой авторитет не только на территории нашей страны, а их имена известны во всем мире. Поэтому, конечно, встречи вот такие необходимы. В Министерство культуры нашей республики организовать экскурсионное обслуживание и посещение учреждений культуры на территории субъекта. Министерство образования, Минтруду, ректорам вузов на территории республики организовать экскурсии по учебным заведениям, встречи участников фестиваля с руководителями молодежных общественных организаций. 90 международных наблюдателей будут работать в Северной Осетии на выборах президента. Об этом стало известно на заседании общественной палаты. Участники обсудили избирательную кампанию, подвели итоги текущего электорального этапа. Готовятся к голосованию активно, подписаны соглашения с общественными организациями. Следить за порядком на выборах будут более 900 человек. Им провели 16 семинаров. Стать наблюдателем может каждый. Необходимо лишь написать заявление на официальном сайте общественной палаты. Мы не представляем ни одну партию. Мы действуем в интересах избирателя, чтобы все выборы прошли исключительно в соответствии с законом, чтобы все выборы были легитимными, прозрачными. И поэтому для нас большая и очень ответственная миссия – это подготовить наблюдателей. В нашей республике за прошлый год процедуру экстракорпорального оплодотворения, известную как ЭКО, провели 240 раз. Это семьи, которые не могут иметь детей по медицинским показаниям. Но очень хотят стать родителями. Благодаря нацпроекту «Демография» записаться на ЭКО можно абсолютно бесплатно. Нужен только полис ОМС. О том, как современная медицина помогает в непростой ситуации, расскажет Залина Калманова. Нематочная беременность, сложная операция, а после страшный диагноз – бесплодие. А дальше рассказывает Мадина многочисленные процедуры и визиты к врачам, которые со временем стали обычной рутиной. Только спустя 4 года неудачных попыток забеременеть девушка решилась на экстракорпоральное оплодотворение. Но безуспешно. Плод не прижился. Через год Мадине провели процедуру ЭКО повторно. И, наконец, долгожданный вердикт. У вас будет ребенок. Этот непростой путь она прошла не одна. Пациентку поддерживал врач Виталий Гурин. Во многом, благодаря его мудрым советам, говорит девушка, она ни разу не опустила руки. Временность у меня протекала очень легко. Виталий Викторович всегда был со мной на связи, несмотря на то, что я уже относилась в другую поликлинику. Всегда могла набрать, спросить, а как так, а что. Ну, страшно же все-таки, как-то ЭКО. И больше него, мне кажется, никто не знает, как, в принципе, правильно ли. И в итоге, с Божьей помощью, сама родила. Даже врачи были в шоке, что я могла сама родить. Не Кесарева, а сама. Сейчас ее дочь через три с половиной года. Мадина наслаждается каждым моментом рядом с таким желанным ребенком. Отдает ей всю любовь. Недавно девушка решилась на второго малыша. И уже готовится к новой процедуре ЭКО. У меня была полная ЭКО, то есть взятие материала, функция у меня была. Потом опять подсадка. Второй раз у меня опять не получилось. Ну, по счету, это получается четвертый раз. И вот сейчас я опять пришла в пятый раз. Я не сдаюсь. Надежда у меня есть. Я верю в святые силы, верю в Виталию Евгеньевичу, что он проводник. Его не просто так мне послал Господь Бог. Сложно поверить, но новая жизнь зарождается в этой лаборатории. Генетический материал находится в специальных пробирках. Температура в комнате плюс 22, а влажность от 50 до 75 процентов. Это обязательные условия, которые необходимы для удачного оплодотворения. В Республиканском центре охраны здоровья семей и репродукций работают на новейшем оборудовании. Благодаря современным приборам врачи контролируют беременность. Могут выявить патологию плода на самых ранних стадиях. А для процедуры ЭКО здесь предусмотрено все до мелочей. Мы находимся в операционной, где производится пункция веточника. Будем так говорить, первый этап при проведении процедуры. Пункция проводится под наркозом, соответственно, проводится под ультразвуковым контролем забора яйцеклеток у женщины. И эти яйцеклетки передаются в столкновение. И находится эмбриологическая комната. Будем так говорить. Это сердце нашей лаборатории. Но успех операции не всегда зависит от оборудования или рук врача. Чем старше возраст и длительность бесплодия, тем меньше шанса забеременеть. По статистике, успешными оказываются лишь 30% процедур. В минувшем году по нацпроекту «Демография» в Северной Осетии провели 240 процедур ЭКО. В результате на свет появились 124 ребенка. На сегодняшний день процент бесплодных супружеских пар растет с каждым годом. И единственным методом для того, чтобы наступила беременность у пациентов, является метод экстракорпорального оплодотворения. Соответственно, конечно, этот проект имеет большую и социальную, и медицинскую значимость. Потому что очень много супружеских пар, у которых на сегодняшний день наступление беременности и рождение здорового ребенка без проведения процедуры ЭКО практически невозможно. В этом году по нацпроекту «Демография» в Северной Осетии проведут 252 процедуры ЭКО. Операция осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Принять участие в программе может любой гражданин России с действующим полисом УМС и подтвержденным диагнозом бесплодия. Зелина Калманова, Заур Кудзаев, Новости Осетии. Побеседовать с ветеранами Великой Отечественной, услышать о реальных фронтовых событиях и задать вопросы. В Республиканском архиве новейшей истории провели мероприятие в честь 81-й годовщины битвы за Кавказ и 80-летия снятия блокады Ленинграда. 27 января 44-го Красная Армия прорвала кольцо фашистских захватчиков и освободила город. В боях участвовали порядка трех тысяч уроженцев Северной Осетии. Также в конференц-зале организовали тематическую выставку. Там представили архивные публикации и книги. Очень сложная зима, было очень холодно. Но я считаю, что женщины, матери блокадники, это такие героини. Ну, просто умно непостижимо. Они все работали, помогали фронту. Мама у меня работала в госпитале. Они дежурили на крышах. Сегодня мы пригласили реальных участников этих событий. Людей, которые пережили все тяготы блокадного Ленинграда. Участников Великой Отечественной войны. Уже тех людей, чьи дети сегодня помнят о том подвиге, который совершили их старшие. Новый спортивный комплекс построили в селении Кизляр Моздокского района. Борцовский зал будет рассчитан на две группы – для мальчиков и девочек. Есть раздевалки, душевые и тренерские. Комплекс отвечает всем современным требованиям. Однако в нем не хватает оснащения. Зал пока не открыт, сейчас решает вопросы с документацией. В Кизляре живет больше 11 тысяч человек. Детей много и места для тренировок им не хватало. Сейчас администрация селения готовит обращение с просьбой создать в Кизляре зал для занятий игровыми видами спорта. По обращению жителей Кизляра и именно молодежи, нам было предусмотрено, вышли мы республиканское руководство и районное руководство с обращением, чтобы нам построили борцовский зал. Раньше наши дети занимались старым СДК, который остался от колхоза. Мы его отремонтировали и там они занимались. Но там таких удобств, как в этом комплексе, там нет. У нас оборудован спорткомплекс своей отдельной блочно-модульной котельной. Также имеется у нас дизель-станция. Внутри у нас имеется все необходимое оборудование. Это по вентиляции, по приточной вытяжной системе. Здесь у нас приточка и вытяжка. Вытяжка естественная, там она клапанами регулируется. В связи с тем, что здесь отсутствовала ливневая канализация и хозбитовая канализация, как таковой здесь в селе ее нет. Мы установили очистные сооружения отдельно для нее. На создание модельной библиотеки в станице Терской Моздокского района направлено 8 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр культуры Северной Осетии Суслан Федаров. По его словам, библиотека получит новую мебель и оборудование, литературу, компьютеры и технику. Средства на это выделены из федерального республиканского бюджета в рамках нацпроекта «Культура». Модельные библиотеки называют библиотеками будущего. Это не просто хранилища книг, а современные культурные центры, где можно интересно провести время, получить новые знания, поработать и бесплатно посетить цифровые ресурсы культуры, например, Национальную электронную библиотеку. Более 50 тысяч школьников Северной Осетии смогли бесплатно посетить Республиканские музеи-театры за время работы региональных проектов «Музей детям» и «Театры детям». Они разработаны специально для ребят младше 14 лет, которые не попадают в программу «Пушкинская карта». Школьники не просто бывают в музеях и театрах. У них есть возможность посещать экспозиции или спектакли именно по тем темам, которые они сейчас проходят. Кроме того, дети знакомятся со сверстниками, заводят новых друзей, приобщаются к искусству. Северная Осетия – один из немногих регионов, в которых есть такая полезная практика. И это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин